Я искренне уверен, что ты сейчас имеешь ровно то, что заслуживаешь. И мой основной посыл, если ты реально хочешь начать достигать амбициозные цели, перестань обманывать себя. Привет! Меня зовут Михаил Воронин, я основатель бизнес-клуба «Атланты». Сегодня мы запускаем наш новый формат. Я исследователь по жизни, и мне посчастливилось дружить со многими очень успешными предпринимателями, миллиардерами, у которых я собирал принципы, которые их привели к успеху. И сегодня мы поговорим о том, как достигать цели. Я расскажу вам про три принципа, которые, на мой взгляд, дают серьезный буст достижения твоих самых амбициозных целей. Принцип номер один. Если ты хочешь реализовывать какие-то свои большие мечты и цели, первое, с чего нужно начать, это выбрать себя. Меня очень сильно любили в семье, и в мир я вышел такой очень перелюбленный. Это так себе отражалось на моих взаимоотношениях с ребятами, и у меня никак не получалось выстроить дружбу. Я больше как-то навязывался ребятам, но как-то они от меня все время убегали. И я помню девятый класс, у меня появилась новая компания, ребят, которые старше меня, и я так радовался, и это было так круто. В какой-то момент мы договорились, что мы поедем все гулять, и ребята должны за мной заехать на зеленый Audi A4. И это было просто как бы верх мальчишеских мечтаний. Я вышел готовый в 10 утра, никого нету, 11.30, 12. Так я еще просидел час, и в 13 часов я встал и сделал выбор. Я первый раз в жизни сказал, пошли-ка вы все. Я больше никогда никому не позволю так обращаться с собой. Я больше ни за кем не буду бегать. Я выбираю себя. Выбор себя – это отправная точка для того, чтобы сформулировать свои четкие правила игры. Кто ты? Куда ты идешь? Как с тобой можно? Как с тобой нельзя? Я вижу столько случаев, когда мы себя предаем. Я помню, что я был на одном очень классном тренинге, и там вышла женщина, и она рассказала, что как-то ее жизнь пошла не так. Значит, у нее был муж, муж ей изменял. Потом она от нее ушел, но оставил большой подарок в ее жизни ребенка, которому она посвятила всю свою жизнь. А в 18 лет он пришел и сказал, мама, отстань от меня. Как сделать этот выбор? Как отстать от своего ребенка и начать жить свою жизнь? Как отказаться от людей, которые обесценивают тебя страшно? Вот здесь и проявляется первое ваше правило игры, когда вы говорите, что все, баста, стоп. Ну а дальше ты начинаешь потихонечку собирать свои правила игры, в которых начинаешь просто фиксировать ответы на, с одной стороны, очень простые, но очень сложные вопросы. Чего я хочу? Какие у меня сильные стороны? Какие слабые? С кем я хочу идти? А прежде чем начать это упражнение, ты можешь себе задать вопрос, а кто сейчас меня обесценивает? Кто меня сейчас использует? Какие отношения мне нужно прекратить? Сначала маску на себя, потом на ребенка. Так говорят правила безопасности всех авиакомпаний. С достижением целей то же самое. Сначала выбери себя, выбери свои цели, выбери свои мечты, а потом реши, кто должен быть рядом с тобой и какие отношения ты хочешь с ними выстраивать. Когда ты выбираешь себя, все внешние преграды, с которыми ты 100% столкнешься, ты воспринимаешь из позиции преграда. Я знаю, что я смогу ее преодолеть. Может быть, не с первой попытки и не со второй, но я ее точно преодолею и всю энергию направляю на то, чтобы ее перепрыгнуть, обойти, подползти. Ну, в общем, я фокусируюсь на себе и на своих целях. Кто-то может сказать, это очень эгоистично. Да, я верю, что мы должны быть в первую очередь эгоистами, и мы в первую очередь должны выбрать себя. Принцип номер два. Если ты реально хочешь начать достигать амбициозные цели, перестань обманывать себя. То, что у тебя сейчас нету, того, что ты хочешь, в этом не виноваты пробки экономика, твой директор. В этом виноват только ты. И если ты этого не осознаешь, значит, ты очень плохо знаком с собой. Мне очень нравится инструмент, который называется «Окно Джохари». Были два ученые, которые создали такую матрицу, которая состоит из четырех квадратов. У всех у нас есть открытая зона, и это то, что я знаю о себе, и другие знают обо мне. Также у нас есть наша скрытая зона. Это то, что я знаю о себе, но другие не знают. Третий квадрант – это слепая зона. Это то, что другие знают обо мне, а я не знаю. Есть четвертый квадрант. Это неизвестная зона. Это наши цели, это наши мечты. Это то, куда мы обычно очень хотим попасть. Так вот, вся идея Акна Джохари в том, что расширяя потихонечку свою скрытую зону и увеличивая свою слепую зону, ты постепенно приближаешься к своей цели. И здесь очень простой лайфхак. Начни расширять свою скрытую зону. А со скрытой зоной мы работаем через настройку своих локаторов на постоянную обратную связь от своего окружения и от внешнего мира. По-настоящему уверенные в себе люди, они всегда находятся в такой твердой, но в позиции, в которой они подразумевают, что может быть другое мнение, что может быть какая-то другая информация, и я хочу ее поймать и услышать, проанализировать. И тогда уже внутренне для себя принять, ага, это интересная информация, я хочу это взять, я хочу с этим еще поработать. Я искренне считаю, что мы имеем то, что заслуживаем. Вот сейчас, в своей точке А, ты находишься, у тебя есть какая-то работа, у тебя есть какой-то доход, у тебя есть какая-то жизнь, какие-то отношения. Вот ты имеешь ровно столько, сколько заслуживаешь, ни меньше, ни больше. Хочешь большего? Расширяй слепую и скрытую зону. Моя история, когда я очень хотел дружить, но не получал ответки в детстве и не понимал, почему это мне. Да просто у меня вот такое вот эгоще было. Я думал, что я сейчас выйду и давайте берите меня такого классного, крутого. Но так не случилось. Мне потребовалось много лет, чтобы вообще это увидеть и осознать. И чем раньше ты себе скажешь, так, я сейчас недоволен своими результатами. Если доволен, выключай видео, у тебя все хорошо в жизни. Но если недоволен и не понимаешь, что ты делаешь не так, начни разбираться с собой, начни создавать гипотезы, как можно себя вести по-другому. Начни их пробовать, что-то сработает, что-то нет. Но так ты сильно повышаешь шансы на успех, что ты придешь к своей цели. После того, как ты выбрал себя, признал и осознал свою точку А, перестал себя обманывать и сформулировал какую-то большую цель, которую ты хочешь достичь. Дальше есть, на мой взгляд, универсальная формула, которая позволяет это сделать. Принцип номер три. Цель равна гипотеза слэш гипотезы плюс дедлайн. Что значит, мы себе поставили цель, дальше у нас есть какие-то гипотезы, как мы ее будем достигать, какой-то план действий. И у нас есть дедлайн, тот момент, которому мы эту цель хотим достичь. Самая большая проблема, которую я вижу вовне, да и сам часто попадая в эту ловушку, мы допускаем, что мы в этой формуле можем менять и цель, и дедлайн. А я уверен, что цель и дедлайн – это константы. То есть, если вы себе поставили, что вы хотите зарабатывать 100 рублей, то вот эти два показателя, они константы. И дальше у вас есть барабан из гипотез, которые вы реализуете для того, чтобы к этому сроку достигнуть эту цель. Я уверен в этой концепции, потому что за тысячи мероприятий, которые я реализовал, я ни разу не позвонил клиентам в день мероприятия с предложением «А вы знаете, у нас сейчас здесь дизайнер заболел, а у нас сейчас вот немножко здесь креатив не пошел». И не сказал им, что «Вы знаете, давайте мы ваше мероприятие на тысячу человек, которое должно пройти сегодня, мы его перенесем на неделю вперед». И тогда мы точно все успеем. Каждый раз, как бы тяжело ни было, мы всегда делали мероприятие. И это вопрос просто внутренней уверенности, внутреннего выбора и внутреннего решения. Ты либо, чувак, решил это сделать в этот срок, ну либо не лохмать бабушку. Наш мозг – большой негодяй, мой мозг большой негодяй. И как только есть возможность съехать со сроков или с какой-то амбициозной цели, я всегда это с удовольствием делаю. Когда мы делали первые «Атланты», я думал, мы сейчас быстренько тут за полгода все соберем. Прошло полгода, и у меня не получилось ничего. Ноль. Зеро. И тут я первый раз в жизни оказался сам в роли заказчика, когда я могу позволить себе переносить сроки. Ну я посидел, подумал, ну окей. Не получилось за полгода, просто, ну изначально были неправильно поставлены дедлайны, это был, я недооценил масштаб проекта, поэтому, Миша, ну все нормально, спокойненько, давай еще на полгодика перенесем. Прошло еще полгода, пять продаж из трех тысяч, ноль спикеров, ноль спонсоров. Я сел, подумал, Миша, это нормально, сейчас такой процесс, этап становления, давай еще раз перенесем сроки. Я переношу второй раз, выдыхаю, очень комфортно, у меня есть очень логичное объяснение, почему я это делаю. И в какой-то момент у меня просто тупо заканчиваются деньги, и у меня остается три месяца до новой даты, а у меня вообще ничего нет. И я встречаюсь со своими партнерами, и они мне сказали, либо ты сейчас делаешь этот проект, и не ной, соберись. Ну или давай просто уже, ну как бы, зафиксируем убытки и спокойненько пойдем дальше. Я сказал, конечно, сделаем, что там, до этого за год чем-то не сделали, сейчас за три месяца вот так вот, как бы, что там делать. Дальше я каждый день ходил от дома до офиса пешком, и сжав зубы, говорил, я сделаю этот проект, я соберу три тысячи человек. И в итоге через три месяца мы это сделали, потому что не было опции поменять ни цель, потому что я уже столько публичных обещаний о том, как мы соберем классный крокус, раздал. Ни дедлайн, потому что у меня были конкретные даты, когда должны были приехать все эти люди, и самая страшная картинка для меня была крокус, в котором сидит 18 человек. Я с ней засыпал и просыпался. Лучшей мотивации сложно придумать. Цель равна набор гипотез плюс четкий дедлайн. И классный лайфхак, когда ты даешь какое-то публичное обязательство и говоришь, что я это сделаю в таком-то образе результата к такому-то числу, к такой-то дате. Сжигаешь все мосты. Каждый выпуск мой самозванец внутренний кричит «Миша, зачем? Миша, это и всем и так понятно». Но каждый раз я получаю много отзывов, лайков, подписок от вас, и это меня безумно вдохновляет. Поэтому я буду также благодарен, если ты поставишь лайк, напишешь комментарий, что ты забрал с этого выпуска, что у тебя, может быть, не отзывается. Ну и, конечно, подписка. Спасибо, ребят, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok